Всем привет! Я историк моды Анатолий Вовки, и это долгожданный второй обзор Мэтт Галла. Дело в том, что в этом году на Мэтт Галла было столько невероятных образов, и я как-то даже подумал, почему я раньше не делал по несколько обзоров. Ведь это действительно, с одной стороны, дает возможность раскрыть тему Мэтт Галла. Как вы прекрасно знаете, а кто-то первый раз на моем канале не знает, но каждый бал Мэтт Галла приурочен к выставке в музее Метрополитен. Институт костюма, который назван именем Анны Винтер, действительно обладает потрясающей коллекцией. И Мэтт Галла, который собирает немало денег, позволяет окупать новые акизиссионы, новые поступления, новые приобретения. И это действительно институт костюма, это не просто, знаете, весь склад. Там изучают костюм, там действительно создают потрясающие выставки. И все это на базе коллекции музея Метрополитен. Так вот, в этом году темой балла был Карл Лагерфельд. И самое главное, что он никогда не любил ретроспективы. То есть для него прошлого не существует. Вот, например, меня вчера спросили что-то про ностальгию. Я говорю, я не умею ностальгировать. Я абсолютно не могу, ну не могу я ностальгировать. То есть для меня прошло, все прошло. Я не хочу об этом вспоминать. Ну было и было. Ну что теперь говорить? А еще когда люди начинают говорить, а я бы, да туда бы, да тогда бы. Нет, бы уже не существует в прошедшем времени. Если вы что-то хотите делать, делайте это сейчас. Не сделали, забыли. Ищите что-то другое. И вот в этом плане мы с Лагерфельдом абсолютно совпадаем. Причем я должен вам сказать, ведь сейчас из жизни ушло два великих дизайнера. Это Слава Зайцев. У меня есть видео «5 фактов о Славе Зайцеве». Посмотрите. И, конечно же, Валентин Юдашкин. Я помню, когда умер Лагерфельд, и я был в Париже. И вот у меня там стоят два журнала. Обычно здесь не все книги о моде. Вообще скажу, здесь очень мало книг о моде, потому что модная библиотека у меня в другом месте. Так вот, я сюда поставил, потому что это действительно хорошие примеры данной памяти уважения. Пока я не видел у нас печатный глянец, который смог бы действительно сделать хорошие обложки с Юдашкиным и Зайцевым. Хотя это действительно выдающиеся люди. Люди, которые говорят, ой, нам такое не нравится, просто ничего не знают о том, что они создавали. Если бы когда-нибудь сделали ретроспективу вещей, вот была ретроспектива вещей Зайцева в Эрмитаже, а почему не сделать ретроспективу Юдашкина огромную? По-моему, было в Пушкинском музее выставка. Сделать еще одну, двум этим гениям российской моды посвятить. И это не просто гений российской моды, это гений мировой моды. Не всем дают, знаете ли, возможность именоваться кутюрье, как, например, Юдашкин. Ну, неважно. Значит, Анна Винтур действительно много лет возглавляет Мэтт Галла. Она способствует... Она все проверяет. Проверяет, кто придет куда, с кем кого рассадить. Она способствует тому, что вытеснут костюмы и идут деньги. Анна Винтур с Карлом Лагерфельдом были дружны. И вот на этой фотографии 90-го года можно увидеть Анну Винтур и Карла Лагерфельда. Широкий галстук, что-то на галстуке, как всегда, было свойственно у Лагерфельда. Очень стильно. Анна Винтур говорила так. Не знающий отдыха, всегда смотрящий вперед, ненасытно любопытный. Он был живым воплощением самой моды. Карл I понял, что одежда прет-а-порте – это не кутюр попроще, а центральная тема современного женского гардероба. И, конечно, Анна Винтур, безусловно, обладавшая возможностью носить любых дизайнеров на мангала, выбирала бренд Шанель, во главе которого с 82-го года стоял Карл Лагерфельд. 93-й год, премия SFDA, Нью-Йорк, Карл Лагерфельд, Анна Винтур. У Карла красивый бант, красивый веер. И нужно сказать, что пока другие дизайнеры искали пристанища и защиты в модных домах, Карл развивался самостоятельно, как самый неутомимый в мире свободный художник. Он создавал одежду с электрической энергией. Так вспоминали о нем. Это действительно так. Работоспособность Карла просто зашкаливает. И Карл Лагерфельд был настоящей машиной. Я никогда не устаю это повторять. Он действительно был невероятно одаренным человеком в плане продуктивности. 2008 год, Гала Ужин, Найт оф Старс, Нью-Йорк, Анна Винтур и Карл Лагерфельд. Почему Анна Винтур выбирала вещи Карла Лагерфельда? Я выбирала его вещи во многом потому, что они мне просто нравились. Каким-то образом они передавали то, кто я сейчас и кем хочу быть. Но была и другая причина. Сам Карл. И я знаю, у меня есть приятель. Он раньше был креативным директором бренда Лёй Вэ. И вот он мне рассказывал, каким был Карл. Потому что Карл был невероятно щедрым, добрым человеком. Правда, не со всеми. И чего и вам советую. Не распыляйтесь на абсолютно не ценящих вас людей. Что касается нарядов Анны Винтур на Мэтт Галла. Начнем с 2015 года. Это был потрясающий балл. Балл, когда пришла Риана в желтом наряде Гуопей. Балл, который отражал Китай. И вот это платье. Шанель весна-лето 2015 года. Это кутюрное платье. Конечно, мы можем здесь с вами рассмотреть и эту ткань. Кто-то скажет, ой, особого не нужно. Ума, чтобы брать одну и ту же ткань. Тут блесточку пришить. Тут блесточку пришить. Но в этом ведь и заключается основная задача креативного директора приглашенного дома. Все-таки использовать наследие. Хотя мы прекрасно понимаем, что то, что создавал Карл, Шанель имела лишь только визуальное отношение, философски, концептуально и глубинно. Это была все-таки интерпретация самого Карла. Это не было слепым подражанием. Это платье Анна Винтур надела с колье, ривьера, бриллианты старинной огранки. Такие пайетки можно было увидеть на показе. Для Анны Винтур решили сделать платье чуть длиннее. И совершенно верно. На показе была вот такая вот вуалетка. Хотя я абсолютно не понимаю, почему сегодня мы не возвращаемся к вуалеткам. Это же роскошный способ скрыть несостоявшийся макияж. Или состоявшийся вечер, который плавно отложил несколько стаканов воды на лице. Все это можно скрыть вуалеткой. Как в принципе и шляпкой всегда можно было скрыть дурную прическу. 2016 год. Мэтт Галла. Рука и машина. Мода в эру технологии. И вот еще одно платье Шанель авторства Карла Лагерфельда. Платье 2016 года. Весна-лето. Кутюрная коллекция. Да, мы с вами можем обратиться вот к этой фотографии и увидеть другую ривьеру. Анна Винтур обладает достаточно хорошей коллекцией украшений. Роскошные птицы, перо. Вот так это было на Анне Винтур. А вот так это было на показе. С другой обуви. Ну посмотрите, действительно сложная работа. И очень элегантная. Следующий балл 2017 год. Этот балл был приурочен к выставке о Рэй Кавакуба и бренде Ком де Гарсон. Рэй Кавакуба ныне живущий японский дизайнер. Одна из первых, кто предложила деконструктивизм в такой форме, в какой предлагала она его. В какой его видели на показе в Париже и в других городах. Анна Винтур решила выбрать платье Шанель. Кто-то спросит, это не Кавакуба. Но Анна Винтур хозяйка Мэнкала. Поэтому, если она будет приходить в смешных, фантасмагоричных, в эпатажных нарядах, к сожалению, это будет все абсолютно не то. Она будет выглядеть комично. Это платье на показе выглядело вот так. На Анне Винтур оно без ремня. Хотя, вот я вспоминаю Андре Леона Телли. У него было множество заслуг. Но среди его, я думаю, негативных качеств, плохих качеств, было слишком большое преувеличение собственной значимости. Иногда лучше не досказать о себе, чем начинать петь хвалебные оды. Это всегда выглядит смешно. Правда, это выглядит даже немножко отвратительно. Так вот, он в своей книге пишет, что Анна Винтур не обходилась без его поддержки никогда. Ей всегда было важно услышать его мнение, что он всегда присутствовал, например, как Шанель. Я понимаю, да. Но все-таки у Винтур есть свое чувство понимания себя. И, может быть, оно так и было в некоторых моментах, но уж точно не так, что описывал сам господин Телли, что Анна Винтур зависела от его мнения. Смешно. Платье на показе нужно посмотреть. Платье невероятной красоты. Вы только поглядите на эти детали. На эту сетку, на это перо, на ткань, которая была там. И, конечно, одно из самых красивых, наверное, платьев, которые когда-либо были созданы Карлом Лагерфельдом для Анны Винтур, мы могли увидеть на выставке «Мода и католицизм» 2018 год. Один из самых красивых. Вообще, я считаю, что мода имеет множество связей с религией. И религия всю жизнь в Европе пыталась, ну, скажем, там, в эпоху Инквизиции как-то ограничить потребление или ограничить модные тенденции. Хотя такого слова тогда еще не существовало. И, конечно, Дольче Каббана черпает вдохновение в католицизме и многие другие. Посмотрите, какое красивое платье. Невероятное платье. Это платье из коллекции 2018 года. Кутюрное платье. Она в нем действительно выглядит невероятно. Этот большой крест, который мы можем видеть на ней, очень грамотно сделано на уровне рук. И посмотрите, какая вышивка на этой ткани. Мне хочется рассматривать. А это бывает не всегда. Вот так это платье выглядело на показе, а точнее ткань. Но Карл Лагерфельд переделал для Анны Винтур это платье. 2019 год. Кэмп заметки о моде. И платье Шанель. Весна-лето 2019 года. Это тоже платье дома Шанель. Вот такая вот накидка. Ну, правда, подходит к теме балла. Обращу ваше внимание на ткань. Ткань выглядит вот так. Это букле. Она в мелкие цветочки. Кстати, на показе был ремень. Вот так это все выглядело. Отличается. Значительно отличается. Потому что Винтур, ну, не может прийти в таком же наряде. Она все-таки кто? Она Глафред Вога. Один из самых влиятельных людей в мире моды. Моды. 2022 год. В Америке антология моды. Дресс-код позолоченный Гламур. И вот она Анна Винтур. Это коллекция Шанель весна-лето 2022 года. Коллекция созданная Виржини Виар. Вот на этой фотографии можем все рассмотреть. В принципе, мне нравится ее тиара. Само платье на показе, конечно же, выглядело более молодежно. Вот так оно выглядело без накидки. Но они решили это перо разноцветное расположить на кейпе, который, в принципе, можем увидеть здесь. Очень красивое колье на Анне. 2023 год. Пресс-конференция, посвященная Мэтт Галла. Сама выставка называется Карл Лагерфельд. Линия красоты. Здесь Эндрю Болтон, Анна Винтур, Роджер Федерер и Карла Бруни. На Анне, между прочим, костюм 2014 года. Кутюрный костюм. Анна Винтур прогуливается по выставке, а вот костюм на вешалке и на модели. В нем же Анна Винтур появлялась на открытии в музее Лу Витон в Париже вместе с Карлом Лагерфельдом. Как тонко чувствовал Лагерфельд женские пропорции и делал то, что нужно. В 2023 году Анна Винтур появилась в одежде бренда Шанель. Ну, вот здесь Билл Найе и Анна Винтур. Платье весна-лето 2023 года. Это, конечно же, кутюр с невероятной вышивкой. Давайте посмотрим на него. На показе это выглядело вот так, правда, без платья. Но хочу показать вам видео, как же все это представляется в жизни. Очень статуарно, очень монументально и очень даже стильно. Сочетание этого крепкого, испещренного пайетками пальто, удлиненное с приталенным силуэтом, и невероятной красоты этого легкого платья, дает настоящий контраст, диалог двух эпох, диалог разных поколений, диалог разных фактур. Без Анны Винтур невозможно говорить о Мэтт Галла. Она очень много создает инфоповодов для того, чтобы люди приходили на этот балл. Джей Ло. Джей Ло пришла в таком вот наряде. Это платье Ральф Лорен. Ральф Лорен, наверное, один из самых... Какие люстры классные, вы видели их потом разберут, там они из бутылок. Один из самых удивительных американских дизайнеров, имеющий корни из Российской империи. Вообще, сам по себе Ральф Лорен удивительный человек. Он подарил американцам американский стиль. В его понимании. Очень длинные хвосты у Джей Ло. Это, конечно, может нам напоминать какие-то кутюрные наряды Карла. Но, признаюсь, что мне не очень нравится этот образ. Знаете почему? Во-первых, он не самостоятельный. Самостоятельно в нем передвигаться нельзя. И мне бы все-таки хотелось контраст. Например, можно было бы как-то заузить силуэт к низу. Ну, или же сделать больше контрастного бархата, чуть ниже бедра. Однако, это решение дизайнера, который сделал в мире моды гораздо больше, чем мы все вместе взятые. Шляпка на ней, шляпка английского шляпника. Филипп Трейси удивительный человек. Он создает невероятные шляпки. Действительно, очень красивые. Но я все-таки смотрю на Джей Ло и понимаю, что как-то к теме этого Мэтт Галла не особо относится. Все вещи выглядят вот так раздельно. Попила, примерилась. Показали эскиз, выпила. Вот и пошла. Ну, конечно, она выглядит хорошо и для своего возраста, и для своей профессии. Но все-таки, как-то это перегружено. Такое можно было бы сделать на Кэмпе. Но, когда мы говорим про Карла, это что-то очень лаконичное и что-то очень четкое. Что отражало бы всю сущность этого дизайнера. Конан Грей, певец и костюм Бальмен. Оливье Рустен, креативный директор бренда Бальмен. Рустен неоднократно вдохновлялся наследием Парижа. И Карлом Лагерфельдом, я тоже думаю, он вдохновлялся. Вот это действительно очень необычно. Даже вот эта обувь, которая напоминает обувь Карла. И при этом наверху мы можем увидеть типичный крой Шанель. Это и букле, и искусственный жемчуг. Но нас интересует даже не это. Черный галстук, мальтийский крест, как в бренде Шанель. И конечно же веер. Дело в том, что Карл Лагерфельд был уникальным человеком. Он все-таки любил аксессуары. Он любил накладные воротнички. И любил что? И любил веера. Причем вы знаете, что костюм существовал в двух вариантах. Вот в белом. Такой вот невероятный костюм. Посмотрите, какая красота. И черный, который вы могли увидеть на нем. А рядом Оливье Рустен, возглавляющий бренд Бальмен. Действительно, в 80-х годах Карл Лагерфельд постоянно был с веером. Причем различные вееры и полюбившийся Карлу стиль японизм, машину азри. Веера из черепахового панциря. Абсолютно разные веера, которые он брал с собой. Они стали частью его, как в дальнейшем этой частью образа станут большие броши Бельперон, которые он закреплял на галстуке. Вот эти две броши я купил в Париже. И, по-моему, никогда их даже не выболивал так вот на галстуке. Одна из брошей это муха, сидящая на бирюзе. А другая это бирюза. Кто узнает, тот узнает эти броши. Ну, я вообще не очень люблю говорить о своем гардеробе. Не думаю, что он очень интересный. Есть известные люди в нашей стране, которые всегда одеваются в какие-то невероятные высокомодные вещи. Поэтому оставим это им. Пусть они об этом говорят. О своих вещах. Стелла Маккартни. И образ Стелла Маккартни. Ну, не знаю. Вроде бы и да, и нет. С одной стороны, отвечающий современным тенденциям невероятный женский жакет, имитирующий мужскую одежду. Эти невероятные лосинки, невероятная обувь. Но в целом какого-то эффекта вау не производит, как в последнее время и то, что делает сам бренд Стелла Маккартни. Камила Мороны, модель и платье Родарте. Вот вам платье Родарте. Кто бы мог додуматься, а? Поздравляем Родарте. Какой красивый воротничок. Этот воротничок, конечно же, дает нам возможность вспомнить о прошлых эпохах. Например, о вот таких вот потрясающих портретах. Екатерина Браганса. Дирк Ступп. Семнадцатый век. Да, это действительно очень красиво. Да, это удовлетворяет эстетике Шанель. Это показывает эстетику Карла Лагерфельда. Это показывает то, что создавал Карл Лагерфельд. Очень интересный у нее воротничок. Такой накрахмаленный с кружевом. Ритичелло, напоминающий, как я уже сказал, живопись семнадцатого века. Особенно у голландцев. Очень популярны были такие кружева. Я имею в виду на портретах, когда они показывали кружево и оттеняли его темной тканью. Давайте посмотрим все-таки на платье в движении. И тут мы с вами будем немного удивлены. Она сама может передвигаться в этом наряде. Но вот были, конечно же, и провальные образы. Я считаю, вот, например, образ Скиапарелли Михаила Коэлл, британский сценарист. Да, платье само по себе невероятно. Какое отношение к выставке оно имеет, я пока не понял. Если бы это была выставка про Шанель, да, Шанель, Скиапарелли. Две такие дамы, которые работали в разных направлениях моды Парижа 30-х годов. Но все-таки, скажем как есть, оно трудоемкое, красивое. Платье создавали 3800 часов. 135 тысяч хрустальных бисерин. 26,5 тысяч стразов. Никакого отношения к выставке оно не имеет. И не эта обувь, и не это платье. Есть, кстати, здесь украшения сингл майна. Это кольца, а кольца невероятные. Роскошные серьги, крупные, которые вторят тому, что изображено на платье. Давайте посмотрим с вами на другие украшения. И вот еще одно. Карл Лагерфельд создавал много нарядов. Но вот нужно было, нужно было, нужно было обращаться к специалистам, которые глубоко изучают творчество дизайнеров. Два человека пришли в похожих нарядах. Первый наряд. Оливия Уайлд, актриса. И платье Клюэ, вдохновленное Клюэ весна-лето 1983 года. У платья есть название. Ангкор. Ну вот давайте посмотрим на это платье с виолой. Платье со скрипкой. Конечно, смотрится очень необычно. На показе это выглядело вот так. Посмотрите на эти перчатки с крагами. Такие раструбы. На ней такого нет. Они просто решили сделать, ну вот такие удивительные манжеты. Вот так выглядит эскиз. А вот так выглядело оригинальное платье Клюэ. И что вы думаете? Маргарет Джан, кинорежиссер, пришла в платье. В платье, которое вдохновлено платьем Клюэ. Кто автор этого платья, я не могу сказать. И вот, представляете? Она увидела это платье на выставке, подошла, сфотографировалась. А там еще рядом ходило похожее белое платье. Ну, увы, не получилось создать достойный наряд для Мэтт Гала. Эмма Чемберлен и образ Мью-Мью. Ну, типичный образ на показе Лагерфельда, кроме вот обуви. Бренд Мью-Мью зачастую создает одежду для очень молодых. И вполне неудивительно, что здесь мы увидели вот такой вот образ. Ну, считаю его абсолютно никаким, не хорошим, не ужасным. Просто-напросто он существует. Давайте это примем. Рассмотрим это все в деталях. От макияжа до бесконечного блеска ее костюма. Ну, вот если говорить о худших нарядах на Мэтт Гала, что мы все про хорошее. Я, конечно же, вспоминаю Диану фон Фюрстенберг. Она многое дала миру моды, но морально устарела. Это правда. Давайте говорить как есть. Когда дизайнер не может ничего создать интересного, получается вот это. И это не единственный провальный образ Дианы фон Фюрстенберга. При всем уважении к тому, что она создала, она не держит нос по ветру. Она абсолютно не в конве современной моды. Платье тоже DVF Диана фон Фюрстенберга. Там, конечно же, есть и Карл, и все остальное. Но, простите, настолько банально и настолько неэстетично, что даже увеличивая, не увеличивая, все равно не выглядит красиво. Для дизайнера ее масштаба это мелковато. Вот еще один отвратительный наряд. Аманда Сайфред и платье Оскар де Лоренто. Она что, решила взять платье у Телор Свифт? Или что? Простите, пожалуйста. А может быть, она решила изобразить флакон парфюма Жадор? Но нет, такая вот дешевая версия флакона Жадор с прической Мадонны из прошлого столетия. Боже мой, как она на каблуках перепрыгивает через эти ступеньки. Я про даму, которая там недалеко. Кто-то уже тут, видите, перо оставил на дорожке. Платье Оскар де Лоренто. Но нет, оно, во-первых, плохое. Плохо сшито. Посмотрите, такое ощущение, будто бы ей булавками прикрепили эту бахрому к коже, и это все тянет. Тем более, бахрома смотрится очень некрасиво. Вот так это создавалось. Тут множество ниток стекляруса. Что на эскизе, что на ней? Не знаю. Некрасиво. Вот так создается эскиз, а вот так создается платье. Вот видите, как быстро создается эскиз, и вот само платье. Ну, не знаю, может быть, подойдет для какой-нибудь очередной экранизации про мумию. Ну, конечно, это очень сложно. Вы видите, как это все сшивалось, пришивалось, как бы мы с вами не разворачивали. Это действительно сложно, но точно некрасиво. Посмотрим серьги. Серьги Кортье. Розовое золото. На каждое из серег 42 бриллианта. Кольцо Кортье. Розовое золото. 59 бриллиантов классической огранки. И стоимость такого невероятного Кортье, которое вы можете видеть вот сейчас на этих фотографиях, составляет 13,5 тысяч евро. Невероятное платье Мэдлин Клайн. Актриса. Платье Стелла Маккартни. Ну, вот в этот раз Стелла Маккартни действительно создала что-то интересное. А сзади что за ети потрепанное? Не знаю. Очень красивое платье. Все-таки отражает эстетику, когда Карл Лагерфельд был молод и мог видеть платье Кристиана Диора. Или платье Бальменов, в доме которого он работал. Тончайшая работа. Очень красивая. В отличие вот от этого. Сирена Уильямс и платье Гуччи. Ну, не знаю. Она всегда выглядит настолько фантасмагорично. И абсолютно она выглядит пародийно. Пародия на саму себя. Не знаю, что они хотели показать этим. Но абсолютно некрасиво смотрятся эти жемчуга, которые просто затерялись где-то в декольте. Абсолютно некрасиво смотрится торчащая из-под платья эта сетка. Абсолютно некрасиво смотрится все в целом. Хотя при ее формах можно было создать что-то гораздо необычнее. Украшение Тиффани Эндко. Рядом с ней Алексис Огонян. Ее муж, предприниматель. Она действительно выглядит всегда по-разному. Но очень фантасмагорично. Давайте будем отдельно брать ее спортивные заслуги. То, что она говорит. И отдельно наряды и образы. Давайте в конце концов уже разделять. Личность от, скажем так, от образа. Потому что иногда я вижу, что некоторые фанаты мне пишут. Как вы можете так плохо говорить про нашу любимую Тута, Тута. Или про нашу любимую Олю Бузову. Она такая молодец, молодец, не профессия. Понимаете? Если у человека плохой образ, нужно говорить об этом плохо. Я даже своим друзьям, когда я с ними разговариваю. Или, например, когда у нас вместе интервью. Я всегда говорю, так, стоп, вот здесь вы не правы. Давайте говорить так. Есть понятие Реноме. Как мне сказала Таша Строгая. Есть понятие репутации. И мы должны помнить об этом. Даже если это наши друзья, приятели. Нужно сказать, это плохо. Понимаете? Поэтому этот наряд плохой наряд. Я уже сказал, почему. Не пропорционален. Абсолютно непродуманные украшения. Ну и очень странный макияж. Значит, конечно, к другим обозревателям, которые рассказывают про мейкап. И иногда рассказывают еще и про моду. Вот пусть они смотрят на мейкап. Мне здесь нечего больше сказать. Неэстетичный образ. Как, в принципе, и вот этот. Лея Мишель. Платье Майкл Корс. И колье Джейкоб энд Ко. Почему? Потому что она в нем утонула. Она настолько хрупкая. Но в этом абсолютном фартуке. Знаете, бывает так. Фартук для кухни такой. Фартук из-за какой-то плитки. Такое ощущение, что взяли, распотрошили дискобол. И пытаются ее в него поместить. Что обувь, что платье смотрится очень странно. Очень перегружено. И очень массивно для нее. Эмбер Валетта и платье Карл Лагерфельд. Спасибо. Но очень даже и странно. Не совсем понимаю, как это возможно. И что это такое. Давайте посмотрим, как это платье выглядит при подготовке. Ну вот ее одевают. Очень странно, конечно. С одной стороны, мы можем увидеть тот самый элегантный веер. А вот как создавалось это платье. Мы могли увидеть здесь эскизы. При всем моем уважении, мне кажется, что это очень пошлое платье. Вообще, нужно сказать сразу. Карл не... Что там так пищит? И чего? Спасибо. Карл не переходил в пошлость. И не переходил в вульгарность. Этот наряд очень вульгарный. Опять Эмбер Валетт отправляется в категорию худших нарядов. Даже если это было создано брендом Карл Лагерфельд. Ну, нет. Простите. При всем ее блеске, красоте и статности. Эйлин Гу. Фристайлистка. Платье Роберт Вун. А почему это платье, простите меня, выглядит, как будто бы кто-то на белую кровать приволок вишни, ел и вытирал руки. И косточки складывал прямо на вишни. Это еще, знаете ли, учитывая, что нас смотрят дети, одна из самых приличных ассоциаций, которая может возникнуть. Роберт Вун. Это весна-рето 2023 года. Не знаю. Нет. Сколько мы там будем пищать? Скажите. Тут ля вино. Ох, какое красивое платье. Наоми Кэмпбелл. Модель. Платье Шанель весна 2010 года от Кутюр. Действительно красивое платье. Не стоит ждать от этого мэнгала чего-то эпатажного. Это ретроспектива творчества Карла Лагерфельда, а не Джереми Скотта. Невероятной красоты платье. Вот так оно выглядело на показе, а вот оно на Наоми Кэмпбелл. Кто, как не эта пантера, умеет носить красивые вещи, красивые платья. Она одна из немногих из тех моделей, которые продолжают выходить на подиум. Жанель Монне, певица и платье Том Браун. Ну, мы уже сказали, что это действительно интересно. Почему? С одной стороны, историзм 18 век, который так был близок Карлу Лагерфельду. У Карла были невероятные интерьеры 18 века, которые он потом продал. Я имею в виду мебель и все остальное. Это очень красиво. С одной стороны, мы можем видеть исторические реминесценции. С другой стороны, мы можем увидеть вот такую вот сумку-кошку. И, конечно же, черно-белая, камелии, твит. Она потом разделась. Лучше бы она этого не делала. При всем уважении к ее фигуре, выглядит, ну, очень крипово. Позволю себе такое слово. Выглядит действительно так, что стыдно становится каждому, кто смотрит. Неэстетично. Все-таки вот здесь хорошо, да, когда мы видим на фотографии. И это можно было бы показать. И здесь хорошо, когда она выходит. Широкий угол. Очень красивые серьги, посмотрите. Очень красивый макияж. Очень красивый маникюр. Вы видите, как это сделано все очень тонко. Сама она не смогла застегнуть обувь, поэтому нужно было шнуровать. Это чем-то напоминает показ, который был на неделе моды в прошлом году. Это Reddit Wear 2022 года. Но все-таки, давайте еще раз посмотрим на вот это фото с лестницы. Ну, очень смешно. Такая, знаете ли, баба-начальник в прозрачной юбке. Лала Энтони Американская. Тиви-персона, писательница-предприниматель. Актриса, сценарист и кинопродюсер. И платье Серджио Хадсон. Очень приятное скульптурное платье. Очень мягкое, очень нежное. Видно, что оно держит форму. Эти цепочки. Кстати, никто из того, что я видел, еще не додумался взять цепочку от сумки и украсить наряд. Но вот так вот она пришла. Давайте скажем, что это имеет вполне себе какие-то интенции к существованию. Но чтобы назвать этот образ классным, красивым, невероятным, запоминающимся, я не вижу ничего. Марго Робби. Актриса и платье Шанель. Шанель 93-го года. Заметьте, пожалуйста, какие были вставки у Шанель тогда. И вот те самые цепочки, о которых я вам только что сказал. Видите, это тогда было придумано Карлом. Специальные вставки. Ну, 90-е. Это очень необычные времена, когда все говорили о бренда Мани. Потом там было столько невероятных дизайнеров. И каждый должен был тянуть одеяло на себя, чтобы о нем писали. Потому что очень важно было тогда видеть реализацию своих трудов в глянце. Ибо глянец создавал репутации и даже иногда разрушал их. А вот платье на показе. Ой, ну какая красота. Это что за попугай? Виола Дэвис. Актриса. И платье Валентина. Ну, если показать творчество дома Валентино с розовым Валентину, да. Но все-таки это не Карл Лагерфельд. И это все-таки больше Кэмп. Это все-таки больше даже, ну не знаю, все что угодно. Но точно не Карл Лагерфельд. Хотя платье само по себе невероятной красоты. Но здесь мы все-таки смотрим не на красоту платья, а на уместность. Что касается ее украшений. Серьги Бушрон. Белое золото. 380 бриллиантов. Ну вот так вот они выглядят. Очень похоже на бижутерию. Кольцо Бушрон. Здесь 8 бриллиантов круглой огранки. В кольце не один бриллиант. Это 8 бриллиантов круглой огранки. Стоимость кольца 7150 евро. В белом золоте и в желтом золоте. Кольцо Бушрон из 31 бриллианта круглой огранки. Стоимостью 16100 евро. И вот платье Карла Бруни. Кто-то скажет Карла Бруни, но все-таки она итальянка по своему происхождению. Карла Бруни. Платье Клемент Ломелинья. Ну очень скромное, красивое платье. Да, очень даже и обычное для нее и для Мэтт Галла. Очень красивый веер. Давайте на него посмотрим. Удивительно просто. Колье Мессика Флэперс и браслет Мессика Брайт Фолкан. Но вот нужно показать вам вот эту фотографию и вот эту фотографию. И вот даже очень трудно определить, что из этого колье, а что браслет. Первое это колье. Еще раз покажу вам. Вот так выглядит это колье. А вот так выглядит браслет. Очень сдержанно. Очень красиво. Вот это хороший образ Теяна Тейлор и образ Том Браун. У Тома Брауна немало нарядов на Мэтт Галла. Не забываем, пожалуйста, о том, что Том Браун возглавляет совет американских дизайнеров. Очень красиво. Боже мой, вот это действительно и деконструкция, и с другой стороны все, что отражает бренд Шанель. Сзади вы можете увидеть три полоски. Опять-таки вуалетка с очками и невероятно красивый образ с галстуком. Вот то, что действительно хотелось бы видеть. Это, с одной стороны, и образ Карла Лагерфельда, это и образ Шанель. Это, конечно же, деконструкция, которая тоже нужна в современной моде. Джоан Смоллс модель и платье Том Форд. Платье Том Форд, оно стильное, сексуальное, элегантное. Каким-то выдающимся его назвать я не могу. Но вообще платье Тома Форда зачастую поют оды сексуализации. И очень даже элегантное. Рита Ора, платье Прабал Гурунг. Еще одно платье этого дизайнера. Очень красивое. Давайте все-таки рассмотрим с вами его детально. Сделано из тончайшей ткани. Посмотрим с вами на этот тренд. Тренд длинный, с цветами. Все, как было у Шанель. Ее невероятные ногти с цепочками. Вот вы видите, было, наверное, сложно и непросто. А что делать, когда хочется прийти и быть ни на кого не похожи. В этом и есть особенность моды. Экспериментировать не бояться. Невероятные браслеты Бучелати. Давайте мы с вами посмотрим на эти браслеты. Это очень красиво. Бучелати бренд с невероятным бэкграундом. Бренд с таким наследием. Бренд с такими технологиями и техниками. Это Туале. То есть звездчатый браслет. А еще есть другой браслет. Он называется Крэп Душин браслет. Вот имитирующий ткань. И он стоит 17 тысяч евро. Красивые браслеты. А это Джордан Ротт. Театральный продюсер. Вы, может быть, если видели мое видео, то помните платье Ирис Ван Херпен. Платье с невероятным театром. Так вот, этот наряд, образ Скиапарелли, был создан для него. Он сам был на показе Скиапарелли. Юбка была вышита черным стеклянным бисером. И здесь 479 тысяч 800 штук этих бисерин. Вы можете себе вообразить. Я просто покажу вам, как он реагировал, когда впервые увидел этот образ. И видите, опять-таки, веер. Веер Карла Лагерфельда. А и не просто веер. Вы посмотрите на просвет. Там же есть еще и вышивка. Там, во-первых, кошка Шупет. Там и очки, и бантик. Вот то, что и отличало Карла Лагерфельда. Он на примерке. Дэниел Росбери, вы видите. И, как вы поняли, он был в корсете. И вот эскиз. Правда? Невероятно. Согласитесь. Хочется смотреть и рассматривать этот образ. Джоди Коммер, британская актриса. И платье Бербери. Очень стильно и очень подходит под заявленный вектор выставки. Карла Лагерфельда. Я покажу вам украшения. Здесь, конечно, вы с вами можем увидеть множество невероятной красоты. Браслет в виде змеи с синей эмалью и бриллиантами 19 века. Серьги-водопады с бриллиантами 50-х годов. Кольцо в форме сердца сапфиром 8 каратов. И кольцо с голубой эмалью и бриллиантами начала 19 века. А это Алекс Ньюэлл. Ужасный наряд. Боже мой, ну насколько ужасный наряд. Кристиан Сириано. Ну вот я не знаю, почему он так создал. Отвратительный наряд. Это ведь абсолютно не стильно и даже некрасиво. Выглядит, как какая-то комедийная зарисовка на тетушку, приехавшая, знаете ли, кому-то в город в гости. И которая привезла с собой провинциальные устаревшие наряды. Ну, нет. Эшли Парк. Актриса. Платье Майкл Корс. Ну, что здесь такого? Стильно, да. Интересно. Нет. Нет. Ничего особенного. Ой, а что это за дама такая в белом? Я ее не видел. Кто это? Кто это? Ой, какая красивая дама. Ну, учитывая, что она снималась в фильме Эмили в Париже и все ее образы, она действительно красивая, стильная. На нее хоть что на день будет выглядеть приятно. Колье Джозеф Сейдиан и кольца Дэвид Вебба. Ну, давайте с вами посмотрим на эскиз. Вот такие сегодня делают эскизы. Не то, что создавал Карл Лагерфельд. И, конечно, я вам покажу кольца Дэвид Веб. Одно кольцо стоит 26 с половиной тысяч долларов, а другое кольцо стоит 21 тысячу восемьсот долларов. Шарлот Тилбери. Британский предприниматель в сфере красоты и визажисты. Платье отелье Версачи. Для чего? Просто показать, что у тебя есть деньги на отелье Версачи и вот так прийти? Простите, но нет вообще абсолютно. Очень жутко. Хотя вот так выглядит эскиз. Вот они его раскрасили, нарисовали. Очень детально. Лучше бы уделили больше времени дизайну. Вот они все расшили. Посмотрите, пришили, отутюжили, закрепили, вставили молнию. Ателье Версачи умеет делать красивые наряды. Тут, конечно же, и звезды можно увидеть, как какой-то отсыл к бренду Шанель. Но, с одной стороны, это мне напоминает, знаете, что? Изголовье кровати Габриэль Шанель на Вилле Ла Пауза. Но это не выставка про Шанель, а про Карла Лагерфельда, Ванесса Кирби. Такое платье мы уже видели, правда, там было наоборот, спереди. И это, конечно же, платье Клёе 1983 года. Это быстротечная коллекция, как назвал ее Карл. Душ должен вызывать мурашки по позвоночнику. Вот такие вот мурашки. Это, правда, душ, если вы не заметили. Правда, здесь не очень красиво это показано. Это винтажное платье, архивное платье бренда Клёе. Очень красиво. Невероятно стильное. По-моему, даже оно было на выставке где-то, я точно его видел. Ева Чен, журналист. И платье вдохновлено образом Фенди 2000 года, авторства Карла Лагерфельда. Вот так выглядит платье. Давайте на него все-таки поглядим. Стильно, необычно. Широкий угол. Конечно, очень стильное платье. Хочется рассматривать. Но это больше похоже, знаете, на что? На перчатки Эльзы Скиапарелли. Покажу вам фотографию показа. Фотография не в самом лучшем варианте, но какую нашли. Итак, давайте скажем откровенно, мы находим немало. И показываем, откуда и чем вдохновляется дизайнер. А также показываем, как это все создается. Поэтому мне приятно читать ваши комментарии. Не забывайте об этом. Ну, будьте добры. Это ваша благодарность за то, что мы делаем. Особенно в эпоху отсутствия всеобщего стремления к культуре. Вы прям вот знаете, для нас это тот конечный потребитель, кому мы делаем это. И приятно, когда много просмотров, потому что образованных людей становится все больше и больше. Я всегда говорю, мода не нужна всем. Но прийти посмотреть можно, нужно. Так что приходите, смотрите, пишите ваши комментарии. Еще один образ. Это образ Сиены Миллер и платье Гуччи. Платье, которое больше подходило бы к выставке с Киапарелли, чем к выставке Лагерфельда, несмотря на огромное количество перьев. Ну, давайте детально рассмотрим этот образ. Вот так ее готовили. Ну, конечно, это образ Гуччи. Может быть, они вдохновлялись фильмом прошлым летом в Марин Баде, но не знаю, не могу сказать, что прям очень уж красивое это платье. Хочется чего-то другого. Хотя и на том спасибо. Джена Ортега, актрисы. Платье Том Браун. Ну, еще один вот образ. Правда, стильный. У Тома Брауна были, наверное, одни из самых красивых образов. Правда, если их не раздербенить, как, например, было с Жанель Моне. Много цепочек. Опять-таки, много буклей. Очень красиво. Ну, и еще один необычный образ. Это Кайли Дженнер и платье Жан Пульготье. Я так понимаю, что Кайли Дженнер стала амбассадором этого бренда и появляется в его нарядах. Сексуально красиво. Ей абсолютно было наплевать на тему. Абсолютно ничего здесь от Карла нет. Это не сам Жан Пульготье. Это Хайдер Аккерман. Красиво, правда. И вот так красиво, и так красиво. Но это, знаете, чем-то напоминает даже больше халат Андре Леонтели. И тут, конечно, если бы у меня была бы задача каким-то образом быть комплиментарно льстивым к ней, я бы сказал бы, что вы, ведь какая глубокая идея. Здесь можно увидеть вдохновение одним из другов Карла Лагерфельда, Андре Леонтели и его невероятные халаты. А знаете ли вы, как Карл Лагерфельд познакомился с Андре Леономтели? Да, действительно, они познакомились, когда Карл приехал в Америку, и Карл предложил ему подняться в отель, в номер. Все посмеялись, Карл позвал Андре Леона Телли, и там он открыл чемоданы с невероятными рубашками, подарил эти рубашки Андре Леону Телли. Это дань памяти их долгой дружбе. Но нет, это на самом деле не так. Не нужно придумать. Это акт о том, что можно всегда какую-то идею вот так вот развить. Нет. Хотя можно было бы, да. На мой взгляд, не очень красивое платье. Хотя вот верх очень красивый. Правда, на телли похож. Билли Айлиш, певица, платье Симон Руша. Да, это чистая эстетика Шанель. Кутюрных нарядов Шанель, это правда. И я знаю некоторых своих знакомых, которые собирают кутюрные наряды Шанель. И очень красиво в них выглядят. Билли здесь невероятно. Айлиш выглядит хорошо с этими перчатками, с этой вышивкой. Помните, как писали, какая она оказалась без оверсайза крупная? Здесь все очень правильно подобрано. Очень красивое платье. И это платье, которое правильно показывает фигуру. Последний образ на сегодня. Эль Фаннинг, актриса. И платье Вивьен Вестфуд. Стильно, красиво. Во-первых, начнем с того, что это свадебное платье. А Лагерфельд создавал много свадебных нарядов. Очень красиво. Это действительно очень стильно. Она на самом деле такая вот удивительно рустикальная. Даже немножко кутюрно-пейзанская. Посмотрите на это кружево. И давайте с вами посмотрим на это платье не на ней. Вот ателье Вивьен Вестфуд. Не стал этого дизайнера. Выдающийся дизайнер, прожившая долгую жизнь. Оставившая столько невероятных сочетаний в одежде, способствующая привнесению историзма в моду. Вот этот, кстати, эскиз. И вот как выглядят ткани. Вы только посмотрите. Какая красивая фотография. Здесь вы можете увидеть выкройки. И можете увидеть эскизы и описания. Вот варианты кружева. Еще раз посмотрим на ее наряд. Колье Cartier Grand du Café. То есть кофейное зернышко. Это винтажное колье 1955 года. Уже антикварное колье. Продали его за 47 500 фунтов стерлингов. Мы даже нашли аукцион, где продавали это колье. Еще одно кольцо Cartier из желтого и белого золота с 12 бриллиантами. Тут и круглые бриллианты, вы видите. И квадратные. 13 100 фунтов стерлингов. И мне даже кажется, что некоторые вообще даже не видели, что есть такие кольца Cartier. Посмотрим с вами еще раз на образ. Действительно очень стильный и очень красивый. Один из самых невероятных образов. На этом образе я заканчиваю свой обзор. В комментариях напишите, какой образ вам кажется лучшим, какой нет. Давайте вместе будем ковать культуру. Давайте вместе будем ее создавать. Давайте вместе будем делать так, чтобы это не было скучным. Ведь моя задача делать так, чтобы, казалось бы, какие-то тряпки обретали смыслы. Потому что я думаю, если бы у меня в университете были бы такие преподаватели, которые бы так детально раскладывали, увлеченно. Даже порой экзальтированно. То мне бы не приходилось столько времени самому искать вдохновение в каких-то других источниках. Потому что всегда есть куда расти. Всегда есть что новое узнать. Всегда есть чему обучиться. И вот я заведу эту мысль в нужную комнатку. Наши видео все-таки способствуют развитию. Нам хочется, чтобы вы что-то новое узнавали вместе с нами. Нажимайте на колокол. Ставьте лайк. Рассказывайте об этом канале вашим знакомым. Потому что здесь говорят о культуре моды. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok